В энергетике мы ждем какую-то инновацию, мы не знаем, какая успеет первой. Что это будет? Будет ли это солнечные зонтики на орбите, будет ли это нью-гидро, будет ли это термоэзерный синтез, будет ли это что-то еще. Но мы явно это ждем, там идет конкуренция, это произойдет достаточно скоро. В производстве мы тоже уже более-менее знаем. 3D-печать и робот. Мы можем ошибаться, может быть на место 3D-печати придет что-то еще более интересное, но пока вроде бы тренд такой. В сельском хозяйстве я говорил сегодня, еще перед первой серией, морская вода, клонированная ткань. Две инновации, которые на этот... Что, время кончилось? Ура! Это два тренда, которые сейчас будут идти. Нет у меня времени рассказывать Майсис, как они изменят мир, но вы сами это можете себе представить. Книгопечатание, понятно, что становится сувенирным бизнесом. Прувинг говорил. СМИ, похоже, действительно будут умирать. Не будет средств массовой информации через некоторое время. Будет opinion places, так же как marketplaces появились сейчас для товаров. Будет новостное агентство с Прувингом. Интересная вещь, похоже, будет происходить с банками. Сегодня банки это почти единственная, оставшаяся в живых, я пока рассказываю, возьму воды, я не ухожу. Единственная оставшаяся в живых вертикально интегрированная индустрия, где от сырья до конечного продукта работает один бренд. Да, банки собирают деньги, банки оценивают риски, банки вкладывают деньги. Это неправильно. Так быть не должно, так нет уже нигде, так нет в продтоварах, так нет в промтоварах, так нет в опорыле, так нет в образовании, так нет нигде. И банки начинают к этому двигаться. Тот, кто умеет хорошо собирать деньги, будет собирать деньги. Тот, кто умеет хорошо раздавать деньги, будет раздавать деньги. Может быть, это будут одни и те же, потому что это примерно одно и то же. Тот, кто умеет хорошо считать риски, будет считать риски для всех, потому что считать риски для всех всем дешевле, а они все равно считаются более-менее одинаковыми. Тот, кто умеет хорошо маркетироваться, будет заниматься маркетингом всей этой системы. В результате, через не знаю сколько лет, я каждый раз рассказываю, еще раз расскажу, в 1897 году в огромном и очень ответственном ресерче было сказано, что через 25 лет, скорее всего, электроосвещение будет доминировать над газовым. Газовое освещение не осталось через три года. Это к вопросу о том, как быстро меняется картинка. Вот не знаю через сколько, но вы не будете знать, где ваши деньги, вы не будете покупать конкретный банк, вы не сможете сказать, я держу деньги в Альфа-банке. Потому что будет маркетплейс для размещения денег, вы будете выбирать ставки, риски будут все одинаковые, потому что будет конкуренция рейтинговых рисковых агентств, которые будут выигрывать агентства, которые лучше оставаться на рынке и так далее, и так далее, и так далее.